Всем привет! Пока компания Apple имеет мозги всем купившим новые айфоны, пользователи HTC One пользуются сетями 4G даже в провинции. Поехали! Я абонент МТС с прошлого века. Еще в 2000 году компания, на которой я работал, подключила меня к МТС. Поэтому я решил начать поиски 4G именно с этой компании. В офисе МТС мне выдали симку, поддерживающую 4G, но предупредили, что только случайно можно поймать сеть LTE, так как официально 4G в городе не запущено. Прокатившись по городу, я так и не смог найти высокоскоростного интернета 4G. Поэтому я покажу работу в сети 3G от МТС в городе Владимир. Как вы видите, в провинции 3G от МТС работает на скорости 3G. не более 1,5 Мбит в секунду, с большим пингом 172 мс, так что про контру можно забыть. Но что делать, если очень хочется, всегда и везде иметь под рукой интернет, и не абы какой, а высокоскоростной. Я пошел в ближайший офис Мегафон и за 5 минут и 100 рублей стал обладателем симки с поддержкой 4G. Продолжение следует... Итак, я подключился к сети Мегафон. Для работы 4G необходимо подключение услуги InternetXS. Приятной неожиданностью стало то, что при подключении мне подарили месяц бесплатного 4G. Запускаем мобильный интернет. Хотя нет, давайте сначала проверим, что в настройках смартфона сеть установлена в режим LTE. Теперь запускаем мобильный интернет, и вы видите, сразу же появляется значок 4G. Причем я хочу сказать, что нахожусь в стороне от центральных точек города. И у меня дома, и сеть-то ловится с трудом. 4G работает. Теперь посмотрим на скорость. Как вы видите, во Владимире скорость 4G от Мегафон достигает 10 Мбит в секунду. С приемлемым пингом 50-60 мс, так что можно спокойно пострелять в батле. Повторим. Чтобы пользоваться 4G от Мегафон, нужно поменять симку с поддержкой LTE, подключить услугу InternetXS, перезагрузить телефон. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и читайте меня в твиттере. На этом всем спасибо за внимание. До новых встреч. До новых встреч.